МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильный ветер накануне обрушился на Ставр, Польшпаковский, Грачевский, Забильнинский и Патовский округа. Ураган привел к многочисленным разрушениям. В частности, произошли отключения электроэнергии. К восстановительным работам были привлечены аварийные бригады. Около 200 человек и 50 единиц техники. Благодаря их усилиям удалось вернуть электроснабжение в почти 30 тысяч жилых домов и 27 социальных объектов. Также после стихии более чем на 50 домах оказались повреждены кровли, обваля на свыше сотни деревьев. Сильнее всего досталось краевому центру, Шпаковскому и Грачевскому округам. Чтобы скорее помочь людям и задействовать на восстановление средства резервного фонда, губернатор Ставрополья ввел на этих территориях режим ЧС. Владимир Владимиров отметил, что собственникам пострадавших домовладений выплатят по 10 тысяч рублей на человека. Чтобы подать заявку, надо обратиться в органы местного самоуправления. В остальных же территориях, где пострадали частные дома, людям помогут с кровельными материалами. Весной на Ставрополе достроят 5 домов для обманутых дольщиков. Восстановление в правах собственников недвижимости обсудили на совещании в краевом правительстве. По региональному плану до конца первого квартала наступившего года новоселье должны отпраздновать 215 обманутых дольщиков в Ставрополе, Пятигорске и Сентуках. Еще 153 человека в Минводах получат денежную компенсацию за свои квартиры. Во время совещания губернатор Владимир Владимиров поставил задачу составить четкий перечень работ на ближайшие месяцы. А до конца следующего года на Ставрополе в правах планируют восстановить всех собственников, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В краевой столице на улице Алексея Яковлева приступили к строительству нового детского сада. Его смогут посещать 300 воспитанников, сообщили в администрации города. Площадь двухэтажного здания составит 2700 квадратных метров. Фасад облицуют керамогранитом разных цветов и декоративными элементами. Прилегающую территорию озеленят. Там также оборудуют площадки для прогулок. Все это станет возможным благодаря нацпроекту «Демография». В 2022 году в Кисловодске благоустроят улицу «Парковый пешеход». Там установят торговые павильоны для продажи сувенирной продукции. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев на совещании Краевого общественного совета по курортному сбору. Моисеев добавил, что в планах также благоустройство сквера рядом с санаторием «Семашка» и территории у горы Кольцо. В Пятигорске возведут три новые школы. В районе улиц Кочубея и коллективной запланировано строительство учреждения на 1550 мест. Краевым Минобром по поручению губернатора Владимира Владимирова прорабатывается вопрос создания еще двух школ. В Новопятигорске на 1000 мест и в поселке Горячеводском на 1550 мест. Субсидии предоставят из федерального бюджета по государственной программе развития образования. Субтитры предоставил DimaTorzok